Итога в Каменике Международного саммита по ядерной безопасности подписали лидеры более 40 стран. В нем содержится рекомендация по защите ядерных материалов и технологий. Главная забота мирового сообщества о предотвращении создания террористами грязной бомбы. Одной из тем двусторонних переговоров американского президента со своими коллегами была иранская ядерная программа. Правда, склонить Пекин и Москву к ужесточению санкций в отношении Тегерана у Вашингтона не получилось. Подробнее об итогах саммита в сюжете Наны Плиевой. Это мероприятие уже окрестили самым пафосным внешнеполитическим проектом Барака Обамы. Вашингтон собрал не просто рекордное число глав государств, но попытался объединить столько же противоречий. Единственное, в чем участники саммита едины, необходимость усиления контроля за ядерными компонентами, чтобы они не попали в руки к террористам. Но как минимизировать апокалиптические сценарии? Итоговые коммуники эксперты называют туманным и условным документом. Носит он рекомендательный характер. Государства-участники должны в четырехлетний срок обезопасить уязвимые ядерные материалы. Причем контроль ужесточат и над низкообогащенными радиоактивными веществами, используемыми в медицине и технике. Из-за относительной доступности именно они могут стать начинкой грязной бомбы. Наказание за ядерный терроризм предполагается предельно ужесточить, но на национальном уровне. Предложение французского президента Николя Саркази передать подобные дела под юрисдикцию Международного трибунала ООН поддержки не получило. И, наконец, круг присоединившихся к конвенции против ядерного терроризма еще больше расширится. Это амбициозная задача. У нас нет иллюзий, что она легко осуществима. Однако актуальность угрозы и катастрофические последствия даже одного акта ядерного терроризма требуют жестких и прагматичных действий. Прагматично охладить амбиции главных ядерных нарушителей Ирана и Северной Кореи пока не удается. Ведение новых санкций в отношении Тегерана стало главным приоритетом Барака Обамы, особенно в отношениях с членами Совбеза ООН. За полтора часа американскому президенту так и не удалось уговорить китайского коллегу изменить позицию. Пекин по-прежнему не спешит санкциями, ведь с Тегераном его связывает все возрастающая энергетическая зависимость. Российский президент также против излишне жестких мер. Мы верим, что поиск дипломатического решения иранского вопроса будет лучше служить миру и стабильности в регионе. Я не сторонник так называемых парализующих санкций, санкций, которые действуют в гуманитарном измерении, которые обрекают на страдания народ. В ряде случаев есть основания полагать, что именно этого и ждут некоторые, для того, чтобы произошло реальное схлёстывание позиций. Выслушивать ядерных виновников участникам саммита не пришлось. Ни Иран, ни КНДР не были приглашены в Вашингтон. Но свой ответ Иран уже приготовил. В конце недели в Тегеране пройдёт международный форум с недвусмысленным названием. Атомная энергия всем, ядерное оружие никому. На него приглашены 60 государств, больше, чем Вашингтон. Правда, список участников пока не разглашается. Известно лишь, что Россия уже подтвердила своё участие. Обама может быть успешен, только если пойдёт на сотрудничество с Ираном. Он должен изменить политику по отношению к нам. К счастью, мы достигли точки невозврата. Наша ядерная программа будет продолжена, и они это знают. Так что Иран и дальше остаётся главной головной болью Вашингтона. Министр обороны США Роберт Гейт заявил, что Тегеран может пополнить ядерный клуб в течение года или позже. В этих условиях дипломатический торг по иранской ядерной программе только усилится. На подходе международная конференция в Нью-Йорке. Представители администрации Обамы не скрывают, что будут настаивать на возобновлении договора о полном запрещении испытаний ядерного оружия. За ходом саммита следила наша съёмочная группа. В прямом эфире из Вашингтона наш корреспондент Андрей Джуфлакян. Андрей, как оценивает грузинская делегация завершившейся саммита? Какие встречи проводит в американской столице президент Грузии? Примерно через час состоится его встреча с вице-президентом США Джо Байденом. А встречи с представителями Конгресса Михаил Саакашвили начал ещё вчера после завершения саммита по вопросам ядерной энергетики. Михаил Саакашвили встретился с сенаторами Гарри Ридом и Мичем МакКоннеллом. Также вчера он дал интервью нескольким американским телекомпаниям и провёл ужин со спецпредставителем президента США по Афганистану и Пакистану Ричардом Холбуком. Уже сегодня с утра Михаил Саакашвили продолжает встречи с сенаторами. Он провёл переговоры с группой поддержки Евросоюза, а также с сенаторами Ричардом Лугаром и Ричардом Дурбином. Самая интересная встреча сегодняшнего дня прошла с сенаторами Джозефом Либерманом и Джоном МакКейном. Она уже завершилась и комментариев после неё не было. Михаил Саакашвили в течение дня также проведёт ещё ряд встреч. Газета Washington Post сегодня прокомментировала тот факт, что президент США Барак Обама не провёл двустороннюю встречу с президентом. Грузии Михаил Саакашвили, как пишет издание, этот факт обусловлен тем, что Барак Обама хотел угодить тандему Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Однако короткая беседа у президента Грузии и США всё-таки состоялась вчера до начала пленарной сессии ядерного саммита. И Барак Обама выразил президенту Грузии благодарность за тот вклад, который Грузия вносит в операцию в Афганистане. И в целом грузинская делегация положительно оценивает тот саммит, который завершился вчера. Во время своего выступления президент ещё раз чётко отметил, что Грузия является надёжным партнёром демократических государств. И Грузия вносит свой довольно-таки весомый вклад в борьбе с терроризмом и с нераспространением ядерного оружия и материалом двойного назначения. Официальная часть визита Михаила Саакашвили в Вашингтон завершается завтра. Запланировано несколько встреч президента Грузии в Нью-Йорке. А в конце недели Михаил Саакашвили отправится в Польшу на похороны трагически погибшего Леха Качинского. Спасибо, Андрей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!